На земле ни трактора, ни крана, ни строительного материала нет. Число инвесторов в Республике Алтай растет, но тем, кто своевременно не реализует заявленные проекты, кислород перекроет. Речь о недобросовестных предпринимателях, которые на полученном земельном участке так ничего и не реализовали. В Республике приступили к масштабной инвентаризации. Мы сделали и разложили все эти проекты на так называемый светофор и определили те, которые у нас находятся в красной зоне. То есть те, кто, грубо говоря, подпланировали инвестировать 2 миллиарда, инвестировали 500 тысяч рублей. Первыми в очередь на лишение статуса инвестора регионального значения встали три компании. Первая в 2021 году взялась за создание аквапарка в туристическом селе Элекмонар, но не приступила к его реализации. Вторая должна была развивать производство деликатесов. Объем вложений планировался на уровне почти миллиарда рублей. Профиль третьей компании – строительство. Третий проект у нас – это строительство многоквартирного дома в городе Гурналтайске. Эта организация ничего не реализует, за земельным участком не обращается, то есть она у нас просто висит. Заявленная у него нагрузка была 546 миллионов рублей, 38 рабочих мест они готовы были создать. Сегодня у нас ноль по всем показателям. Инвесторы не выполнили свои обязательства, не взаимодействовали с правительством. В связи с этим соглашения с ними будут расторгнуты. А предоставленный одному из инвесторов земельный участок возвращен в собственность республики. Подчеркну еще раз, что наша задача – привлекать и активно взаимодействовать с добросовестными инвесторами, заинтересованными в развитии территории. Бизнес в регионе развивается быстрыми темпами. В 2023 году объем инвестиций по сравнению с 2022 вырос на 30%. В Сибири это лучший результат, в стране – седьмой. Поэтому власти требуют ответственного подхода к реализации заявленных проектов. Недобросовестных будут лишать статуса инвестора. А с некоторыми компаниями планируют заключать дополнительные соглашения с уточнением сроков и объемов инвестирования, заявил Александр Прокопьев. Участники заседания подчеркнули также, что необходимо ужесточить критерии, по которым компании получают статус инвестора регионального значения. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган.